Девочки, мальчики, всем большой привет. Большое спасибо, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет небольшое видео о хозяйственных пустышках, хозяйкам на заметку. Если вам нравится такого рода видео, тогда вас приглашаю к просмотру. И давайте быстренько с вами посмотрим, что у меня закончилось, какое у меня сложилось мнение и займемся своими делами. Ну что, девочки, первое, что у меня закончилось, это было вот такое вот очень бюджетный, достаточно хорошо работающий порошок для белья. Это фирма Бимакс. До этого, те, кто меня смотрит, кто знает, что до этого я всегда брала лоск и персил. Да, по-моему, я это брала. Потом я взяла, попробовала вот эти вот белоснежные вершины. Могу сказать вам одно, то, что вот так вот монопорошок для цветного белья, вот этот вот порошок, да, это просто катастрофа. Он выстирает цвет, что мама не горюй. Но вот для белого, в принципе, он неплохо работает. Вот если вы туда добавите свой какой-то любимый отбеливающий порошок, я имею в виду там ваниш или чем вы пользуетесь, да, порошок сработает очень здорово, то есть его формула, она как бы усиливается, да, и все будет круто, все здорово. Я его использовала для своим любимым вот этим порошком, и, в принципе, мне понравилось. То есть я даже не замачивала белье, и я вот этим вот тремя килограммами я научилась пользоваться, и мне хватило его на месяц. Неплохое средство, оно стоит на сегодняшний день 400 рублей. С учетом того, что дорогие, более дорогие, они стоят как бы уже подороже. Вот сейчас снимала пустые баночки косметические, остался вот еще у меня след. Так что не знаю, что вперед выйдет, это видео или то. Но не забывайте проходить и смотреть. Отошла. В принципе, могу сказать так, то, что если вы не располагаете каким-то очень большим бюджетом, то вы, в принципе, на акции можете купить вот этот Макс, он неплохо сработает. После него у меня чувствительная кожа, у меня не было ни раздражения, ни зуда, ничего. То есть, как бы, в принципе, очень хорошо выстирывается с белья. Не остается запах порошка на белье, что тоже, кстати, немаловажно. И его, я повторюсь, мне хватает на месяц, с учетом того, что у меня буквально стирка через каждых два дня. Потому что у меня маленький ребенок, и как бы вот это вот присутствие того, что что-то запачкается, и то, что нужно что-то освежить, это вот как бы у меня постоянно. Просто у меня такой маленький бзик, что одежда должна всегда быть свежей. Так что вот так вот. Этого порошка мне хватило на месяц. Это я повторяю уже в миллион раз, потому что 3 килограмма, с учетом того, что он стоит недорого, как бы это очень здорово. Это порошок-автомат, и, блин, и у него, кстати, достаточно приятный аромат. Так что если, еще раз говорю, я вот его брала на замену своему персилу. Сейчас у меня он закончился, я вот думаю, либо повторить его, либо купить персил. Но если моя жаба меня будет, моя старая еврейская жаба будет, которая сзади сидит меня, она меня будет подбушивать, то я, конечно же, возьму бимакс и, как бы, в принципе, буду довольна. Если моя еврейская жаба на какой-то момент задремлит, то, может быть, я возьму персил. Поэтому вот бимакс и персил, они у меня где-то вот так вот рядышком идут. Имейте в виду. Следующее, что у меня закончилось, это отбеливатель от активширами. И я в миллион раз говорю о том, что у меня на него аллергия, я от него чихаю, когда я его открываю, и когда я добавляю его либо в стиральную машинку, либо я что-то, если хочу что-то отбелить, да, там если, не дай бог, я пролила кофе, и мой супруг, допустим, промочил белым полотенцем кофе, это тогда, конечно же, я добавляю отбеливатель. Я от него чихаю, у меня прям слезы, сопли, слюни, простите за подробности. Но это единственный отбеливатель, который меня устраивает по всем параметрам. Я могу подождать, пережить тот момент, когда у меня пройдет чихание, я выпью таблетку от аллергии, но это средство, тут его 600 грамм, мне его хватает на полтора-два месяца, и замечательно, вот просто замечательно, на 125 килограмм сухого белья мне его хватает. Открывать не буду, чтобы не зачихаться. Очень хорошее, в дуэте вот с этим вот бюджетным порошком работает вот так вот. Поэтому я говорю еще раз, как бы, если есть хороший какой-то отбеливатель для белого, то, в принципе, можно сэкономить на каком-то порошке. Меня устраивает. Следующее, что я выбрасываю, я выбрасываю салфетки Чистюля XL, и хочу сказать, я взяла, брала салфетки вот из Фикс Прайса, такие целлюлозные, целлюлозные, да, они мне не понравились. Я буду покупать и покупать и покупать салфетки от Чистюля, потому что они замечательно размылили. Данные салфетки я буду, салфетки, губки для матья посуды, я их буду покупать. Они не бюджетные, то есть по сравнению с другими есть намного дешевле, но они замечательно размыливают средства. То есть так как они мылят, мне средства моего ферри, хотя вы знаете, то есть как бы те, кто смотрит меня, девчонки, привет всем, вы знаете то, что у меня вот даже большая бутылка ферри иной раз уходила за месяц. Вот с этими губками я смогла большую бутылку ферри сохранить на 2 месяца. Для меня это рекорд, просто мега рекорд. А когда у меня закончились эти салфетки, я была в Фикс Прайсе и купила их там, их салфетки, губки, да, вот эти целлюлозные, хочу сказать то, что у меня средство просто полетело, 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 и поэтому как бы как-то вот так вот, если бюджет располагает, берите и вообще даже не думайте, классные вот такие вот губки, они не расклеиваются, у них нет вот этого, то что вот этот жесткий край куда-то денется, ну классный, хороший. Следующее, что у меня закончилось, это полотенце папе. Раньше я брала, да, папе, я всегда пользовалась Зевой, да, а тут как-то увидела папе и думаю, да, да, я возьму 3 слоя, 2 рулона, ла-ла-ла, все то же самое, что написано на Зеве. Но могу сказать, что Зева, они чуть мягче, и они более-таки, знаете, когда вы вытираете, к примеру, лицо, да, если вы умываетесь и вытираете лицо вот такими полотенцами одноразовыми, вы меня поймете, то есть оно не расползается, оно держит форму, да, Зева, здесь же оно быстро намокает и как-то расползается, как бы меня не устроило это, но по большому счету, как бы могу сказать, что для кухни, когда я вытираю руки, либо что-то жарю жирное, да, если мне нужно промокнуть там котлетки или еще что-то, классная вещь, стоит оно намного дешевле, чем Зева. Поэтому, в принципе, неплохое средство, но для лица, для косметических целей меня не устроило, потому что они, повторюсь, к примеру, Зева, мне нужна одна салфетка для того, чтобы вытереть лицо, да, и там, допустим, зону декольте, здесь мне нужны две салфетки, то есть расход намного больше. Не вижу смысла увеличивать расход, если можно пользоваться Зевой. Это такое, знаете, пробовала, пробовала, замечательно, хорошо, до свидания. Следующее, что закончилось, это мои любимые перчатки, хомкары. Я нашла свои любимые перчатки хозяйственные, они из латекса, внутри хлопковое напыление, мне их хватает ровно на месяц, месяц использую, они как раз подходят к концу, я их выбрасываю, покупаю новые, вы представляете, их хватает ровно на месяц, и для меня это рекорд, потому что, вы знаете, раньше некоторые салфетки мне хватало даже на, не хватало на одну уборку, здесь мне хватает, все замечательно, все хорошо, все здорово сделано, стоят они 100 рублей, но это стоит того, как бы вообще крутые. Если у вас есть эта фирма, берите и даже не думайте. Следующее средство, что я выбрасываю, это средство для, простите, чистки унитазов, ну мы как бы собрались здесь, чтобы посмотреть хозяйки на заметку, от Мастер Блеск. Продается эта фирма только в Магнит Косметик, это, по-моему, как раз изготовлено для их магазинов. Что могу сказать, средство, оно, в принципе, бюджетное, средство достаточно жидкое, имеет такой достаточно специфический, хлорный какой-то вот этот вот, ментоловый, шишковый аромат. Я не могу сказать, что оно замечательно очищает унитазы. Вот раньше, еще года полтора-два назад, когда я его брала, мне оно устраивало, оно стоит 40 рублей, мне нравилось его ценой, и я еще не понимала, как бы, что, как бы, это, а когда ребенок подрастает, раз, естественно, времени становится на что-то меньше, и я поняла, что вот это средство вообще абсолютно, как бы, ну оно очень жидкое, оно расходуется очень быстро. Оно у меня ушло, с учетом того, что, ну, не свинка я, да, там, оно у меня ушло где-то буквально за неделю-полторы, поэтому здесь его 750 грамм стоит 40 рублей, и я больше его не куплю. Следующее средство, которое я обязательно повторю, и я поняла, что не нужно иногда платить дорого, чтобы был классный эффект. Это средство от Санита. Оно у меня идет зеленый чай и лайм. Это средство у нас идет универсальное средство для очистки кухонных принадлежностей и ванной комнаты. Универсал без царапин. Это у нас такой, знаете, крем напоминающий, то есть это для меня это аналог Сифа. Крем Сифа, один в один. Здесь его у нас идет 600 грамм, стоил он что-то, по-моему, в пределах 70 рублей, в половину дешевле, чем Сиф, работает абсолютно так же. Там у них большая линейка ароматов, я взяла вот с этим вот зеленый чай и лайм, мне понравилось. Как очищает мой чайник стальной, мне нравится, как он очищает раковину ванной, мне нравится, как чистит сантехнику на кухне именно раковину, мне нравится, как он почистил у меня возле кухни жирные пятна, которые были, когда я что-то жарила, именно газовую плиту и что-то было рядышком. Мне все в нем понравилось, мне понравилась его цена, все-все-все. Он, конечно, чуть более жидкий, но это простительно, на носике остается вот эта вот мерзопатость. Упаковка удобная, открывается хорошо, все герметично, все здорово, цена, как бы, в принципе, в ручке лежит хорошо, не соскальзывает, очень удобно, не громоздкая бутылка, то есть вполне удобно его куда-то поставить, чтобы он хранился, он плоский, хорошо держится в ручке, у меня рука не большая, не баскетболиста, то есть, как бы, в принципе, очень удобно. Так что, я им даже, кстати, ну, единственное, я им не чистила вот эти вот олейки в ванной комнате, а так, в принципе, все здорово, все здорово, все здорово, все здорово мне понравилось. Так что, вот так вот. Ну вот, моя корзинка пуста, это были все мои пустые баночки хозяйки на заметку. Если вам понравилось данное видео, и вам было со мной интересно, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, чтобы не пропустить там что-то интересное, новое. Проходите по ссылкам под видео, если вы зашли ко мне в первый раз, чтобы не пропустить, точнее, не пропустите, чтобы посмотреть видео, которое я для вас снимала раньше. А я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира, до новых видео, и всем пока-пока!